Всем привет! Так, жду, когда все подсоединятся. На связи Лос-Анджелес. У нас 10 часов утра. И сегодняшняя наша тема прямого эфира — это детокс-программа, которую я буду проводить в январе. Числа с 12 по 26 января. 13, простите, до 26 января. Всем привет, кто присоединяется. Очень приятно вас здесь видеть. Сейчас еще минутку буквально подождем, когда подсоединятся остальные. Привет-привет! Спасибо за сердечки. Так, привет-привет! Всем добрый вечер, у кого добрый вечер. У нас сегодня, на самом деле, телемост будет Лос-Анджелес, Лондон и Россия. Вы, кстати, кто присоединяется, напишите, пожалуйста, откуда, из каких городов, чтобы мы понимали, какая у нас география. Привет-привет! Всем, кто посылает сердечки и машет, я вам тоже машу. Привет! Привет! У нас сейчас 10 часов утра, мы уже сегодня с утра активные, мы съездили на рынок уже фермерские, закупились продуктами. У меня сегодня Рига, вау! Круто! Так, жду еще, кто пишет. У нас сегодня, на самом деле, у меня, по крайней мере, окончание моего двухнедельного детокса. И я очень счастлива, очень рада. Как раз у нас кредет Рождество, и во вторник уже будем отмечать, это Christmas Eve. И как раз мы разговеемся, так сказать. Я готовлю кексы с сухофруктами, вот, мы пойдем к семье моего мужа, они делают ужин, и будем отмечать вот с его семьей. Хорошо, так, ну, у нас все так довольно активно подсоединяются, я, пожалуй, начну разговор. Итак, сегодня тема нашего лайва, прямого эфира, это детокс-программа, которая будет проходить в январе. И у нас сегодня будет также приглашенный гость Анна Дроздова, которая является мастером по ферментации, по практической ферментации. Она является моим учителем, и многое из того, что я знаю по ферментации, пришло от нее. Да, вот она тут, она ждет, когда она сможет подсоединиться. Вот, и мы, когда уже Аня подсоединится, мы побольше поговорим про ферментацию. А сейчас я вам начну рассказывать про детокс-программу, которую, собственно, у нас здесь всех собрала, да. Вот. Эта детокс-программа создана организацией, то есть это не я сама придумала этот протокол, а организацией, которая является партнерами моей школы, в которой я сейчас учусь. Я учусь на Health Coach. На русский язык, я думаю, это можно перевести как тренер по здоровому питанию и образу жизни. Это больше даже психология питания, чем конкретно что есть, как есть. То есть мы разбираем именно вопросы, почему у человека могут быть какие-то взаимоотношения с едой не очень, да. То есть пытаемся именно найти баланс. Вот. И, соответственно, эта программа была создана партнерами нашей школы. Это... Они называются Functional Nutrition Alliance. Alliance под руководством замечательного доктора-нутрициолога интегративной медицины Андрея Накаяма. Вы можете ее загуглить, она очень известная личность, вот. И она суперкрутой доктор. Она, кстати, написала книгу про... Про кандиду и описала протоколы, диету, чтобы избежать кандиды или перерост вот кандиды, да. То есть все, что с этим связано. Соответственно, вот этот Alliance придумал эту детокс-программу. То есть это все под таким, ну, мастерством, да, создано. Я эту программу перевожу с английского на русский сейчас в данный момент, чтобы вам сделать буклет красивый, который вы будете пользоваться. Потому что в течение детокса очень часто может возникнуть какие-то вопросы. Например, что это вообще, да, детокс? То есть детокс это то состояние, когда у нас тело начинает выпускать токсины. Мы себя в это состояние вводим с помощью еды, питания, тренировок, если кто-то тренируется, или какие-то другие активности. И также с помощью нашей психологии. То есть на две недели приготовьтесь к тому, что это будет не только разгрузка физическая, это также будет разгрузка эмоциональная. И, возможно, что-то вы для себя откроете о себе новое. Так вот, задача этого буклета, чтобы у вас всегда была такая информация, которую вы можете открыть и посмотреть так. Ага, у меня там, например, не знаю, какой-то странный запах, да, от тела идет. Посмотрю, нормально ли это. В буклете эта информация будет. Вот, или там, бывает такое, что при, когда начинается детокс, то бывает, что запор случается. Вот, и тоже этот буклет можно открыть, да, и посмотреть, а нормально ли это, что со мной происходит. А если у меня там какие-то мысли возникли или еще что-то, как я могу от этого избавиться? То есть это в целом такая программа, именно которая помогает разгрузке и эмоциональной, и физиологической. Какие могут быть показания к детоксу? Сейчас я вам скажу. Очень частые показания, если у вас часто вздутие живота и газообразование. Если вы, например, склонны к набору веса, особенно в районе живота. Также, если у вас есть какие-то лишние килограммы, которые никак не уходят с помощью тренировок и питания. Вот бывает такое, да, что вошли в плато. Часто ли бывают головные боли, например. Дальше такие могут быть показания, как несварение, урчание живота, газы. Про газы я уже сказала. Упадок сил в течение дня, то есть отсутствие энергии. Если есть необходимость съесть вот сладкие, крахмалистые какие-то продукты, да, вот прям. В течение дня бывает такое, что вот мне прям надо, я сейчас, ну, надо, да, в течение дня что-то сладкое съесть. Бывает такое. Когда... К этому я еще можно будет потом вернуться, поговорить, да, но в принципе это может означать либо то, что у вас там с сахаром, да, какие-то нужно взаимоотношения, посмотреть в эту сторону, да, взаимоотношения вас и сахара. Либо это действительно какие-то вот, ну, бактерии внутри просят, именно сахарные, крахмалистые, чаще всего это какие-то патогенные бактерии. Вот. Дальше смена настроения, тревожность. Могут быть сложности с концентрацией внимания и туман в голове, или частые пищевые аллергии, например. Боль в мышцах, суставах очень часто, например, что-то типа как, да, кандиды, да, 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 либо вот что-то такое типа связанное как с артритом, или вот суставы бывают, ноют, да, вот, ну, артрита нет, но вот ноют суставы, значит, может быть, что токсины просто уже скапливаются, да, и нужно дать выход им, вот. А дальше, если есть какая-то зависимость от продуктов, которые наносят вам вред. Ну, про это мы все знаем, да. Так же бывают эмоциональные показания, например, частая раздражительность, или когда, ну, такое нервозное состояние, или капризы такие ни на чем, вот. И, соответственно, если все, что я вот сейчас перечислила, вам как-то откликается, да, одно из этого или несколько, это может быть показание к тому, что пора сделать детокс. Вот. Некоторые люди никогда не делали детокс, и это будет интересно попробовать. Та программа, которую я предлагаю, собственно, которая создана профессионалами, она очень щадящая, то есть не будет такого, что все, мы пьем только сок, сок сельдерея исключительно, который невозможно найти в России зимой. Вот. И все, и две недели мы будем только пить сок. Нет, такого не будет, то есть будут продукты, которые у нас... Есть доступны каждому. Это могут быть бобовые овощи, могут быть какие-то ферментированные овощи, да, то есть что есть. То есть будет представлен список продуктов, которые можно, и список продуктов, которые нельзя. Вот. И, соответственно, обходя те продукты, которые нельзя, ориентироваться на те продукты, которые можно, желательно, и, соответственно, уже подбирать по-своему. Мы все живем в разных странах, мы все живем в разных городах, у нас доступность к продуктам абсолютно разная, соответственно, будем уже ориентироваться по своей ситуации. По программе сейчас скажу. Структура будет следующая. У меня будет закрытый доступ к закрытой странице в Instagram, где я буду делиться различными информацией, рецептами по детоксу, то есть какие-то рецепты, которые можно использовать во время детокса, и также мы там можем обсуждать. Помимо этого будет создан специальный чат в WhatsApp, где я также буду поддерживать, если будут какие-то вопросы, мы можем друг друга поддерживать. На самом деле, почему очень важно делать такие подобные программы с кем-то в группе или с подругой или еще с кем-то, чтобы кто-то был всегда, ну скажем, за тебя ответственный, то есть ты перед кем-то несешь ответственность, что ты это делаешь, и ты 100% не сорвешься. Так, это не только я для себя делаю, это еще я там поддерживаю другого человека, который тоже это делает, вот, и, соответственно, мы друг друга таким образом как бы держим на плаву, да. А в этом случае будет группа людей, и буду я, соответственно, тоже на поддержке, любые вопросы могут быть заданы. Да, группа поддержки, абсолютно. И, кстати говоря, я сейчас читаю книгу очень интересную про привычки, и там как раз разбирается про, вот, например, популярность анонимных алкоголиков вот этой группы, да, почему они, там, на протяжении стольких десятилетий являются одной из самых популярных групп, и которые, ну, предоставляют действительно хорошую базу для изменения. Оказывается, потому что человеку нужно во что-то верить, во-первых, и человеку нужна поддержка именно других людей. То есть, находясь в компании единомышленников, гораздо легче произвести какое-то изменение в жизни. Очень крутое сообщество, да. Итак, значит, по структуре, да, у нас будет Инстаграм, у нас будет WhatsApp, и я также буду выходить в прямой эфир. У нас будет три прямых эфира. Первый эфир будет до того, как мы начнем с вами детокс. Я буду рассказывать про, как подготовиться, как эмоционально подготовиться, какие продукты нужно купить. В воскресенье, что нужно будет сделать для того, чтобы начать в понедельник. То есть, мы все эти вопросы будем обсуждать, и вы сможете задавать вопросы, если что-то непонятное. Но я вам просто сейчас сразу говорю, что будет такая структура, что будет все достаточно ясно и понятно. Не будет такого, что вы такие в море один и не знаете, что делать, да, с этим всем, с этой всей информацией, даже с этим буклетом. Вот, я всегда на поддержке. Дальше у нас будет прямой эфир в конце первой недели, когда мы будем подводить итоги первой недели. И будем обсуждать начало второй недели, потому что это двухфазный детокс. Первая фаза у нас идет именно в сам детокс программы, сама детокс программа. И вторая неделя это уже введение новых, введение старых новых продуктов. Вот, мы будем это обсуждать, как правильно это сделать, на какие сигналы организма обращать внимание. И, ну, что вообще, собственно, для этого всего нужно, да. И для чего мы это делаем, собственно. Вот. И в конце второй недели у нас будет третий лайф, где мы будем обсуждать, как у нас все прошло, какие были сложности или какие были открытия, какие были, наоборот, интересные какие-то вещи, да, вы о себе узнали. То есть я просто хочу вам сказать, что детокс это не страшно, это не так, что, а, все, я так, последний день я ем это, 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 а завтра у меня ничего не будет, да. То есть это не диета. Не нужно совершенно себе ни в чем отказывать, но мы делаем сознательный выбор в сторону вот такой программы, да, в двух недель, чтобы посмотреть на свой, на свой организм, на свое питание и вообще что-то новое о себе узнать. То есть именно быть любознательным, да, по отношению к себе и к своему телу. Вот. Я думаю, что, так, по программе я сказала, что у нас еще структура программы, да, я сказала, то есть это 14 дней, 2 недели. И я думаю, что мы сейчас можем подключить Аню и поговорим уже в диалоге. Так, Ань, как я это сделаю? Сейчас, секунду. Добавить человека, да, нужно? Так. Нет. Так, мы ждем, когда Аня у нас подсоединится. Пока что, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Привет, привет! Привет, Лондон! Привет! Сейчас я... У меня чудесный свет, мне надо было свет сделать. Нет, все отлично, Аню, ты выглядишь супер. Меня главное видно, спасибо, ты тоже очень хорошо выглядишь. Главное, что меня видно. В принципе, мы ничего делать не будем, поэтому ничего разглядывать не надо. Да. Все внимание на тебя. Да. Так. Кстати, люди, скажите, пожалуйста, как меня там видно, слышно? Мне тебя прекрасно слышно, да. Плюсики нам поставьте, потому что я, ну, частенько смотрю такие двойные эфиры, и иногда бывает, что второй человек рассказывает радостно, что там повествует. Вообще не слышно ничего, то есть нужно чисто догадываться. То есть не хотелось бы, чтобы вы догадывались. Пока еще не о важном. Девочки там, я вижу, мои тоже есть. Да, супер, отлично, Оль, спасибо. Замечательно, я, кстати, зашла перед эфиром, сказала, народ, мы уже начали, давайте присоединяйтесь. Ну, потому что реально интересно, я, ну, на самом деле, сама хочу присоединиться к тебе. Плюсики, отлично, дорогие мои, отлично, супер. Да, Аня, спасибо тебе большое, что ты присоединилась ко мне, что ты откликнулась на эту идею, я очень рада тебя здесь видеть. Я сама жутко довольна, я уже так довольна, как этот самый, аж свечусь. Итак, давай с тобой поговорим, да, то есть мы обсуждали сейчас детокс-программу для тех, кто только что присоединился, да, что это именно разгрузка организма, это детоксификация, мы выпускаем токсины, которые наш организм накапливал многие годы, и Аня... И продолжает накапливать. И продолжает накапливать, потому что, к сожалению... И будет продолжать накапливать, поэтому это очень полезная вещь, которую, в принципе, в идеале нужно делать, ну, хотя бы пару раз в год. Пару раз в год, да, абсолютно верно. Есть, конечно, определенные показания, когда у людей там чувствуют, что, ну, хочется, может быть, раз в три месяца делать, да, или раз в полгода, как бы это уже индивидуально абсолютно, я с тобой согласна. Ну, сначала попробуем, что у тебя там за детокс, очень интересно. Потом уже решим, будем мы это делать лучше. Я, например, лично никогда детокс не делала, хотя прекрасно понимаю, что это очень важный момент в жизни, потому что очень много есть источников токсинов, которые мы не можем контролировать. Конечно, очень большое количество, которые мы можем контролировать, и чаще всего не контролируем все-таки, да. Вот, хотя я призываю со своей страницы все-таки в какой-то мере контролировать. Но вот эти неконтролируемые токсины, они в любом случае загрязняют наш организм. Конечно, их стало намного больше, чем, скажем, там, даже тех же 20, 30, 40, 50 лет назад. Абсолютно. Поэтому нагрузка на организм намного больше и помощи организму, потому что организм – гениальная система, которая может себя очищать, регенерировать, восстанавливать, оздоравливать. То есть, ну, гениальнейшая вещь. Но ей нужна помощь. Ну, без помощи, ну, никак. Особенно в наших таких условиях. Мало того, что токсины, еще и стресс. Стресс – это главнейший тактик, который бактерии моих любимых убивает в кишечнике. Ну, и вот вся прям вот беда от этого всего. Да, не только, конечно, не только бактерии в кишечнике стресс убивает, да. В принципе, ты уже знаешь, да, что когда у нас организм находится в стрессе, то пищеварение не происходит. То есть, все закрывается, да. Просто дальше ничего не идет. То есть, если мы не научимся так же контролировать свой стресс. И, кстати говоря, почему этот детокс еще является такой хорошей программой, то, что не только физиологической, да, но и психоэмоциональной, то, что мы учимся слушать свое тело и учимся откликаться на какие-то стрессовые моменты тоже. Да, 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 очень важный момент. И да, я абсолютно с тобой согласна, что сейчас у нас очень сильно, мы подвержены различным токсинам, которые от нас не зависят. Мы, конечно, можем убрать различные продукты, которые, ну, не брать ГМО или покупать только органик, да, и покупать только на фермерском рынке. Но все равно мы не можем контролировать, что у нас в воздухе происходит, что у нас там с машинами и так далее. Абсолютно. Да, можно, конечно, тоже уйти в лес и жить, да, но мы, к сожалению, не можем этого сделать. Не сильно это поможет, к сожалению, да. То есть можно необитаемый остров себе приобрести, ну, вот как бы в перспективе, да. Но дело в том, что некоторые вещи такие, ну, вот просто это не поможет. Да, я согласна с тобой. Мы все равно делим все одну и ту же атмосферу, поэтому... Планета, она одна, и мы все взаимосвязаны. И чем раньше мы поймем это, люди, тем будет лучше. То есть нельзя так сказать, что я живу в России, я живу в Америке, или я живу в Англии, или я живу на необитаемом острове. Мы все взаимосвязаны, все, что происходит в любой стране, оно откликается на всех нас. Я абсолютно согласна. Давай тогда с тобой поговорим сейчас. Ты как специалист по ферментации. Какие ты советуешь продукты употреблять при детоксе? Какие продукты помогают, скажем так, вывести токсины быстрее или... Ну, начнем с того, что, в принципе, практически все ферментированные продукты, да, вот сейчас затрудняюсь сказать, которые нет, если честно, помогают по своей как бы натуре, да, по своему воздействию, по своей функции, это же функциональная еда, да, они помогают детоксификации организма. Даже можно очень хорошо это прочувствовать, если вы никогда ничего ферментированного не кушали, и вдруг начали большими стаканами, там, например, пить комбучу сырую, или там, я не знаю, там, большими мисками, у меня есть, приходят клиенты на живые мастер-классы, я говорю, ну, вы же не кушаете мисками капусту, они так на меня смотрят, ну... Это я! Апа! Я говорю, ну, вот не надо вообще, да, потому что это, ну, совсем не основная еда. То есть если вы начнете вдруг в больших количествах употреблять вот эти вот самые продукты, то вы сразу очень четко почувствуете, скажем так, не совсем приятные признаки, симптомы детоксификации, да, так как мы все очень... Очень быстрая будет детоксификация. Причем самое интересное, что разными путями мы все очень индивидуальны, да, почему сейчас очень популярен холистический такой вот целостный подход к организму и к лечению его, да, потому что мы очень индивидуальны, у нас у каждого своя психосоматика, у нас у каждого свои эмоции, у нас у каждого свой за плечами груз, у нас у каждого там по-разному все это дело работает, мы рождены были по-разному, гены и так далее, и так далее, генетика тоже разная. И поэтому по-разному это все, ну, как бы, воздействует. У некоторых начинают болеть суставы вдруг. У меня был такой случай. У кого-то очень сильная головная боль вдруг вот ниоткуда, да. У кого-то, ну, естественно, диарея, да, это такой классический случай, когда ты не можешь встать с туалета долго. У меня был клиент, вернее, ну, сейчас жив-здоров, слава богу, господи, вот, который решил, что хорошая идея, почему бы мне на ночь не выпить целый литр фруктового кваса. Гениальная идея. Три дня человек не мог слезть, извините за выражение, с туалета. Вот так делать как бы не... То есть это, ну, это показывает то, что идет очень сильная детоксификация. Да, очень быстро. То есть наша задача сделать эту детоксификацию очень щадящим способом, чтобы организм пошел в детокс, но при этом, чтобы это не было для него стрессом. Однозначно. То есть я к тому говорю, что любой ферментированный продукт, в принципе, является, способствует мягкой детоксификации, если его, ну, постепенно вводить, да, то есть об этом тоже можно сказать, что все это нужно вводить. У нас тоже такое было. Ну, вот видите, да, не очень хорошее. После этого ты понимаешь, что все ученые, которые говорят, ой, пробиотики, ну, нет, кислота, значит, они не проходят через кислотность желудка. Серьезно? Мученые, да? Не ученые. Ну, ученые, да. Им же надо таблетки придумать. Им же надо таблетки придумать. Вот. И, собственно говоря, ферментированные продукты, они, так как они функциональные продукты, то они, у них разнообразное действие на организм, да. Во-первых, они, ну, самое первое, нейтрализуют и расщепляют токсины по своей собственной сути. Они содержат пробиотики, то есть пробиотические культуры. Ну, если вы, конечно, это не сварили, да, то вы сделали кислые щи, то там, конечно, пробиотиков не будет. Но будут постбиотики, да, то есть будут метаболиты, то есть, как сказать, продукты жизнедеятельности бактерий, да, и тоже, которые имеют функциональное значение, тоже имеют активность. То есть они активно воздействуют на наш организм. О, привет, Маша. Вот Маша Мэр. Вот, потом, смотрите, они снижают, так как происходит расщепление, да, углеводов, ну, в том числе и токсинов расщепления, да, но ещё идёт расщепление углеводов, сахаров. То есть у нас получается, что та же, например, тот же фруктовый, ой, фруктовый свекольный квас, который вообще свекольный, невероятно полезная вещь, в том числе и для детоксификации печени, да, для очищения крови и так далее, содержит невероятное большое количество всяких полезных нутриентов, но в то же самое время её обычно употребляют с опаской, потому что очень большое количество сахара. Да. Вот. Путём ферментации, да, с помощью наших магических волшебных бактерий мы можем этот сахар нейтрализовать до какой-то степени, то есть он будет расщеплённым в метаболизированном виде, и он уже не будет, то есть гликемический индекс у него сразу снизится, что значит, что он не будет делать вот всплесков сахара в крови, да. Да. То есть это очень, ну, как бы становится продукт полезный со всех сторон, скажем так, да. Что ещё? Так как содержатся пробиотики, да, то они вообще имеют такую закономерность, они присоединяются, так сказать, связывают тяжёлые металлы и выводят их из организма, да, то есть тяжёлые металлы, которые у нас попадают в любом случае в наш организм из окружающей среды, но по-любому, да, то есть даже если вы очень далеко от каких-то там таких вот прям алюминием не пользуетесь и так далее, да, то я стараюсь не пользоваться ничем таким, в любом случае они к вам попадают, да. Что ещё? Так как они содержат те же самые клетчатки очень много, да, там очень много, то есть пребиотиков, и много пробиотиков, да, то есть это такая функциональная пища, они способствуют очищению и налаживанию, очищению кишечника и налаживают работу желудочно-кишечного тракта и пищеварения в целом, потому что система пищеварения, она отвечает за наше здоровье. То есть пищеварение что-то не так, это значит, что вы не впитываете какие-то минералы, вещества, витамины и так далее, да, у вас нету вот этих вот строительных материалов, для того, чтобы регенерировать свои клетки и так далее. То есть когда у вас нету хорошего пищеварения, вы не, как сказать, у вас недостаточно материала для энергии, да, то есть энергетика сразу падает, настроение сразу падает. Наши бактерии наши отвечают, в кишечнике, да, отвечают за серотонин 95%, то есть это счастье наше, да, гормон нашего счастья. Пожалуйста, чтобы чувствовать себя радостным, довольным и счастливым, нужно всё-таки очень внимательно относиться к желудку, к нашему, да, к кишечнику, к здоровью именно к кишечнику. Вот, ферментированные продукты в этом всём помогают. Что ещё? Ну, естественно, так как в процессе ферментации нашей бактерии вырабатывают кое-какие витамины, какие-то витамины они сохраняют, как вот витамин С, да, в капусте, например, квашеной. Некоторые минералы делают более, как сказать, легко усваиваемыми, да, то есть вот be available. И это, собственно говоря, ну, как бы, получается, что ферментированный продукт, он ещё и источник, типа как бат, получается, да, то есть это биологически активная добавка, функциональная еда, которая добавляет в наш организм необходимые минералы и витамин. То есть из этих минералов и витаминов мы тоже не можем классификацию провести в организм. То есть это тоже сложно сделать. Ну, вот как-то... Ещё скажи, Аня, вот мы с тобой обсуждали, да, что ферментированные продукты делают продукты более усваиваемыми, да, и, соответственно, они помогают экономить энергию. Правильно? Да, совершенно верно. Потому что когда вы кушаете ферментированные продукты, да, мало того, что, кстати, ещё то, как они помогают пищеварению, да, у них содержится, то есть в процессе ферментации наши бактерии выделяют, эти полезные бактерии пробиотические, они выделяют, о, привет, Марина, выделяют ферменты пищеварительные, то есть помогают пищеварению ещё, да, и в связи с тем, что получается, что ферментированный продукт, он, получается, его бактерии уже переработали, да, то есть метаболизировали, расщепили всё, что необходимо, нейтрализовали какие-то вещи, типа глютена там и так далее, да, там лактоза, кисеина, ну, смотря в каком продукте, то есть, вижу, большущее количество, вот, и получается на выходе ферментированный продукт, он очень легко усвояемый организмом, то есть для того, чтобы наш организм усвоил и в состав вот эти вот необходимые нам элементы, да, из ферментированных продуктов, энергии не тратится практически нисколько, потому что она уже была, это как вот у коровы эти вот несколько желудков, да, там, туда-сюда это ферментируется, и получается, что оно всё перерабатывается уже заранее, заранее переработанный продукт. Собственно, почему, одна из причин, почему хлеб на закваске очень хорошо, легко усваивается обычно, да, ну, если там нет теляйки и так далее, легко усваивается, и нет вот этой вот тяжести вот такой, да, вот, ну, вот в желудке, потому что это уже переработано бактериями, несмотря на то, что это было уже, ну, как бы оно не пробиотическое, да, потому что мы его спекли в печенье, но то, что произошло до того, как мы спекли, очень-очень важно. Да, я абсолютно с тобой согласна, даже если мы говорим про безглютеновый хлеб, да, всё равно высоко протеиновая мука имеет фитиловую кислоту, которая по реакции может напоминать глютен, и если мы делаем это через закваску, да, то, соответственно, все эти вещества разбиваются на более мелкие и более легко усваиваются. Абсолютно с тобой согласна. Да, цель, собственно, на детоксе наша – это то, чтобы разгрузить организм и сделать, дать ему такие продукты, которые легко усваиваются, соответственно, ферментированные продукты будут абсолютно здесь идеальными. Чтобы перенести твой детокс, нам нужно много энергии, энергии нам надо много. Ты знаешь, на самом деле, вот я сейчас прошла двухнедельный детокс, ну, на себе это опробовала, да, и я была очень сильно удивлена, что у меня на самом деле гораздо больше энергии на детоксе, чем когда я просто обычно питаюсь. Конечно, потому что ты не загружаешь свой организм, он не перерабатывает. Потому что нужно понимать, что при пищеварении, да, когда вот загружает, ну, вот запускается система пищеварения, когда мы там начинаем кушать, там думать ещё о еде, там запускается она, да, потом мы кушаем и так далее, на это организм тратит очень много энергии. Поэтому, когда ты поел, после этого садиться за какие-то уроки или за что-то, ты не можешь, потому что у тебя вся энергия и вся кровь ушла вот туда. То есть здесь крови практически нету, нечем думать. Оно неактивно здесь. Хочется поспать, там ещё что-то, там как-то в сериальчик уткнуться. Но однозначно, ой, привет, девочки, вот все мои девочки. Ну, ты их всех практически знаешь. Это по курсам. Это за нашим курсам, да. Вот, поэтому, да, вот эта вот энергия, она высвобождается, конечно же, когда вы перестаёте. Потому что на самом деле вот мы, ну, не хочу быть грубой, да, но мы не очень, очень грубо относимся к своему организму, да. То есть мы его всё время насилуем. Ну, и я тоже, ну, как бы не исключение, да, но совершенно. Мы его насилуем, всё время какую-то гадость туда пихаем. Иногда пихаем то, что не является по своей сути уже больше, ну, как бы, питательным продуктом, да, или вообще продуктом, который организм даже может узнать как еду. Организм не узнаёт это как еду. Ну, вот возьмём то же самое, например, прям вот самый главный у нас, да, самый... Макдональдс? Враг. Нет, это не глютен, это про этого самого, про лактозу, да, то есть молоко, которое продают, пастеризованное молоко. Ещё, не дай бог, если оно ультрапастеризованное, а если, не дай бог, оно ещё и прошло вот эту гомогенизацию, ну, вот после всех этих процессов, да, то есть это глубокий продукт глубокой обработки, так, мне кажется, русское такое есть, это самое, да. Термин. Этот продукт организм уже не воспринимает, он не узнаёт его как что-то, ну, полезное и что-то знакомое, это незнакомая вещь, точно даже как ГМО, да, там, можно говорить за, можно против, но это то, что в природе не существует, всё, точка. И а это значит, да, потому что мы, ну, я лично верю, да, убеждена в этом, что мы были созданы все разом, и мы все соединены, мы все сделаны из одного материала, из одной энергии, из одной, неважно, как ты это называешь, да, но это факт, и он больше, больше и больше узнаётся, факт и подтверждается, да, там, в том числе и учёными, вот. И надо понимать, что уже ушла мысль, подскажи. Да, и организм, понимаете, как организм, точно так же, как, например, синтетические витамины, да, нужно понимать, что, да, можно, конечно, даже, возможно, будет какое-то, ну, положительное действие, да, но по своей сути, по своей природе они не являются натуральным продуктом, там, опять-таки, заезженное очень слово, забитое, да, точно, как бог, например, да, просто ногами уже заколочено это слово ужасное, но они не являются частью природы, и поэтому наш организм его не узнаёт, он пытается детексификацию провести всё время, всё время вытащить, вытолкнуть это всё дело из себя, да, то есть это идёт иммунная реакция, и так далее, и так далее, целый каскад реакции в организме, который, естественно, занимает огромное количество энергии. У вас всё время там бедный организм работает над тем, чтобы это всё почистить, с пылесосом всё время ходит, конечно, какая может быть энергия вообще? Да, абсолютно с тобой согласна, ещё введу такой пару слов, да, по поводу того, что очищение происходит постоянно, и очень часто люди просто на эмоциональном уровне начинают какие-то снеки, да, постоянно что-то кушают, постоянно что-то туда пихают, да, в желудок. Бросают, бросают, как в ту, бросают. Мама всё время говорит, ты как чайка, ты как чайка, знаешь, как чайка, забрасываешь, забрасываешь, и глотаешь. Да, и просто организму даже между приёмами пищи нужно хотя бы там 4-5 часов для того, чтобы очистить вот, ну, шеточник и подготовиться к следующему, да, и провести там очистку. Да, абсолютно с тобой согласна. Кстати, вот насчёт этих вот перерывов очень был вопрос, я, ну, сори, перескочу, просто мы как бы в теме, насколько важен вот эти вот временные интервалы, интервальные вот есть, ну, как бы, является ли частью твоей детокс-программы, ну, не твоей, а вот детокс-программы, которую мы будем пробовать, вот интервальные, временные интервалы между приёмами пищи, они как-то важны, не важны или какой-то… Нет, абсолютно не важны, на самом деле эта детокс-программа больше рассчитана на то, чтобы человек научился слушать свою интуицию. То есть нет такой строгой установки, что так, мы едим ровно в 9, утром завтрак, в час у нас обед, а в 6 у нас ужин и больше ни-ни. Единственное, что есть, это временной отрезок между ужином и завтраком. Это нужно, чтобы было 12 часов, это единственное. То есть если мы утром рано просыпаемся там в 7, да… Когда считаешь, что получается интервальное голодание? Ну, если я на самом деле… Минимальное. Ну да, минимальное. Я на самом деле ничего такого не заметила, как бы никаких там сложностей с этим. Я поела, например, до 7 вечера, дальше у меня там подготовка, ну, что-то я поделала, и у меня дальше подготовка уже ко сну, я ложись спать в 10 часов. Я утром встала в 6 часов утра, в 7 часов у меня завтрак. Всё, то есть у меня ровно 12 часов прошёл этот цикл, и я себя чувствую абсолютно отличную. Единственным образом, да, да, я понимаю. И, кстати говоря, очень сильно помогает вода в этом случае. Да, у меня такой принцип, хочешь есть, попей водички. Попей водички, да. Грубее, но я уже не буду. Знаешь, Аня, вот хотела тебе задать такой вопрос. Очень часто мои клиенты также меня спрашивают, да, насчёт там камбучи или кефира, что это всё, даже те люди, которые не едят, например, продукты животного происхождения, они у меня спрашивают, а там же ведь есть сахар. Вот можем мы немножко на эту тему поговорить, да, всех удостоверить, что там сахар в конце нет. Да, с ужасом в глазах люди, когда я говорю, что вот, ну вот на камбучи особенно, да, на камбучи и на ферментированных напитках у меня есть такой курс, да, живой. Очень часто люди, ой, это мы сахар будем использовать, да, вот такими вот уже жуткими глазами, вот такие глаза. На самом деле, да, то есть так как ты, так как мы это делаем в домашних условиях, собственными силами, во-первых, мы можем контролировать качество наших ингредиентов, это очень важно. То есть вы можете использовать, особенно вот для, например, квасов фруктовых, да, у меня на блоге есть, можно использовать тот подсластитель, который вам нравится, с которым вы дружите, скажем так, да, это может быть мёд, это может быть ещё какие-то вещи, там, сок топинамбур и так далее. Вообще не проблема. Это раз. Во-вторых, в процессе ферментации, в процессе ферментации расщепляются вот эти вот сахара на более мелкие, на более простые элементы, которые нашему организму очень легко усвоить. Плюс они имеют очень низкий гликемический индекс, то есть они вот так вот, они не воздействуют на организм так же, как, например, обычный сахар, да, фруктовая, глюкоза обычная. Потому что у них, они не делают этих вот пиков, да, вот сахар в крови не повышается таким образом. Плюс в любом из этих напитков можно всегда, во-первых, фруктовый квас можно сделать вообще без сахара. Потому что во фруктах уже есть свой собственный сахар. Бери себе, да, бери себе фрукт и делай себе без сахара. Плюс так, как мы это делаем в домашних условиях, мы можем контролировать весь процесс от начала и до конца. Имеется в виду, например, во вторичной ферментации камбучи. Её можно довести до уже такого, до такой степени, что она будет ещё, всё ещё вам вкусная, да, но уже в ней практически не будет никакого сахара. А то, что будет, оно будет в метаболизированном, уже переваренном бактерии видом, в виде. То есть это не будет, то есть сахар, который выходит на выходе у нас, да, вот в готовой камбучи, и тот сахар, который мы кладём в самом начале, вообще две разные абсолютно вещи в плане метаболизма и в плане вообще всего. То есть вообще две разные вещи. То же самое с фруктовым квасом. То есть мы можем контролировать, то есть мы можем доферментировать до такой степени, что оно полезно, оно вкусно, но уже практически нету никакого сахара. То есть мы это можем контролировать. То есть если есть вообще очень серьёзные проблемы какие-то, да, можно вообще вывести сахар полностью, и потом, ну, можно даже его разбавлять чем-то, да. То есть когда ты пьёшь уже самостоятельно, самостоятельно приготовленный такой продукт, то есть ты уже на выходе можешь контролировать очень многие вещи. Поэтому вот сахара бояться в ферментированных продуктах точно не надо. То же самое со свёклой, то, что мы обсудили ранее, да. Абсолютно верно, да. То есть тот же самый свекольный квас, он является необыкновенно сильным таким, да, детоксом, детоксифицирующим средством. И он является, то есть на выходе, да, то есть можно даже чувствовать, что там нету свёкла сама по себе. Даже если ты берёшь вот такую, знаешь, вот в сезон такую вкусную, классную, такую сладкую, сладкую, даже вот борщ делает, он сладкий получается, да. На выходе это совершенно не сладкий продукт, вот, сахара там совершенно нет, то есть лактобактерии там всё это дело преобразовали, вот, и сахара не оставили. Плюс во всех этих продуктах есть органические кислоты, которые очень способствуют нашему пищеварению. То есть более, как бы, способствуя пищеварению, они, ну, так как они содержат ферменты, да, которые ещё лучше помогают расщеплять все вот эти элементы, да, то более эффективно происходит процесс пищеварения. То есть мы это всё обрабатываем, всасываем полностью. И очень легко, без затрата, ну, дополнительных, как бы, дополнительных мер. Кстати говоря, да, кстати говоря, вот по поводу сахара мы начали разговаривать, да. Камбуча, кстати. О, супер. У меня на кухне стоит. Кстати, очень кисленькая, она такая, наверное, уже месяц у меня стоит. Это джун у тебя? Очень кисленькая. Нет, это у меня камбуча, я не знаю, какая, как будто бутылку схватила, что-то там у меня. Первое, что в руку попало, да. По поводу сахара мы начали разговор, да, на детоксе у нас, конечно, не будет сахара, мы будем исключать все абсолютно сахарные продукты, но, опять же, говорю, что вот к тому, что камбучу или кефир мы можем пить на детоксе, то есть потому что это уже является совершенно другим продуктом на выходе. Соответственно, помочь своему организму мы можем таким образом, да, пить камбучу. А фрукты мы будем кушать или нет? Фрукты мы будем кушать, да, да. Но это желательно делать в первую половину дня, естественно. А еще желательнее их заферментировать. А еще желательнее заферментировать. Чтобы еще меньше, чтобы вот эту фруктозу тоже расщепить, потому что фруктоза же, она же в нашем организме не переваривается, только в печени. То есть нагрузка на печень такая, поэтому еще и заферментировать это. Вот, кстати, подумай, что можно сделать. У меня уже целая куча идей. Да, кстати говоря, для тех, кто не знаком с Аней, для тех, кто присоединился с моей страницей, вы можете перейти на ее страницу. Это просто кладезь полезной информации. У Ани есть доступные рецепты на Ютубе. Это полностью вообще там на час разговора, да, в деталях, как все можно сделать. Это уже есть в свободном доступе, но также Аня еще проводит обучение по практической ферментации, когда у вас абсолютно идет полное понимание, как продукты сделать полезными или более полезными. Вот, это все. Более полезными. Да. Анишка у нас фея ферментации, так что очень советую. Да, занимаюсь практической ферментацией, поэтому добро пожаловать ко мне на страницу. Там достаточно много уже набралось рецептов в свободном доступе тоже. То есть там капустка есть, там какие-то напитки есть, вот, какие-то суперфуды тоже там имеются. Ну, в принципе, они все суперфуды. Вот, и добро пожаловать на мои мини-курсы, да, на разнообразные темы. Да, абсолютно всех приглашаю присоединиться к Ане. Вот, и еще, да, про суперфуды, если говорить, мы все время так ищем, да, где-то там заморские какие-то суперфуды. Давайте, да, маку, давайте лукому, еще что-то, да. Очень хорошо. Хотя у нас под боком есть свекла, у нас есть репа, у нас есть капуста, которую можно сделать абсолютно таким же продуктом полезным. У нас есть крапива, у нас есть подорожник, у нас под ногами столько. Даже если вы изучите одну или две какие-то вот, ну, дикоросы, все, там просто богатейшее количество всяких необходимых нам элементов. От себя добавлю, что крапиву я просто лично очень сильно люблю, но я, кстати, ее полюбила. Это именно когда я переехала в Штаты, и мой муж, он очень тоже увлекается вот этими всеми травами, и он сказал, что так, тебе нужно вот крапиву попить. Иногда бывают какие-то боли там по-женски. Кстати, она очень хорошо, она очень хорошо для гормонального фона. Абсолютно, да. Вот советую, да, советую для тех, у кого действительно с гормонами что-то не очень, или вот есть болезненные, например, месячные, да, очень хорошо крапива помогает. Да-да. И хорошо волосы густые становятся, когда полоскаешь, полоскаешь. Так, этого я еще не пробовала, надо попробовать. Полоскаешь, кажется, что ты вообще-то... Кстати, так, что по поводу детокса еще хотела сказать, да, мы начали про крапиву разговаривать, и у меня пришла мысль сразу в голову, что для кого же подойдет детокс, да? Бывает такое, что люди так, я бы хотела... Демли подходят вообще, да? Да, я бы хотела, но подойдет ли мне. Скажу про этот детокс таким образом, что эта детокс-программа настолько щадящая, что она подойдет буквально всем. Единственное, что я бы посоветовала для тех, кто беременны или кормящие, посоветоваться с врачом. Понятно, там вообще нет детокс-программы. Да, да-да, потому что все-таки мы делаем упор на то, что у нас будет тарелка магическая, да, мы так называем магическая тарелка, которая сбалансирована, то есть есть и протеины, и белки, и углеводы. Протеины и есть белки, жиры и углеводы, да, то есть они в сбалансированном идут состоянии. Но все равно, если у кого-то беременные, да, то я бы, наверное, не советовала бы. Вот, но можно, если очень хочется... Просто налегайте на хорошую еду. Да, да, действительно. Просто налегайте на хорошую еду, побольше пробиотиков. Да, да, согласна. Вот, и что еще? Ну вот, собственно, даже старый млад, да, все могут присоединиться к этому детоксу, он будет довольно щадящий. А, кстати, насчет младства, со скольки вообще лет? Вообще, ну, мне кажется, детям не нужно детокс, да? Детокс не нужен детям, потому что дети настолько чистые, сами по себе еще у них там не сильно так... Ничего не успели загадить в организм, да. Плюс у них идет рост, поэтому ему нужно очень много вот этих вот нутриентов, им там нельзя ничего, как можно больше впихивать. Да, ну, начиная с 18 лет, я думаю, уже спокойно можно, то есть если человек принимает решение, да, самостоятельно уже, то можно. И в таком возрасте, может быть, раз в год будет совершенно достаточно такой детокс проводить. Кстати говоря, хотела такую вещь сказать, что в школе мы делали в октябре этот детокс, и я посмотрела, что очень многие, настолько им понравилась программа, потому что там идет отказ от многих продуктов, которые являются для нас нежелательными, да. И когда люди стали употреблять более здоровое питание, скажем так, им настолько понравилось их чувство и состояние, что они хотели бы в этом, на этой программе остаться. То есть, соответственно, с какими-то модерациями, да, ты можешь ввести какие-то там продукты. Ну, какие-то основные принципы просто ввести, да, 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 да. Ну, супер, слушай, значит, прям вот нужно, да, мне прям, я уже хочу. Я уже прям хочу. Когда начинаем еще раз 12-го? Мы начинаем 13-го января, это официально, когда мы начинаем, но мы за несколько дней до этого сделаем прямой эфир, только в нашей группе, да, где я буду рассказывать, как подготовиться к этому дню, к 13-му января, да, учитывая то, что у нас будут сейчас новогодние праздники, и все, конечно же, налекают на оливье и на селедку. Да, я тоже уже жду. Кстати, в селедку можно тоже заферментировать. Вот, кстати. Мы селедкировали позавчера мы селедку, а еще у нас есть пробиотический майонез, которым можно это все дело заправить. Вот, я, кстати, уже жду тот момент, когда я сейчас делаю свой пробиотический майонез и буду делать все салаты именно с этим майонезом. Кстати, хотела спросить тебя вообще, когда, как нам присоединиться-то к тебе вот по всему этому? Смотрите, я уже принимаю заявки, да, сейчас-то стоимость детокса на две недели будет 40 долларов или 2800 рублей по-русскому. Вот, можно будет оплатить либо через PayPal, либо у меня есть партнер в Москве через Сбербанк или Альфа-банк. Это уже нужно писать мне в личные сообщения, мы будем договариваться, как это будет. Нужно тебе писать в директ, да, чтобы... Мне писать в директ, да. Да, и, соответственно, я буду уже собирать всех, кто оплатил, и в одну какую-то кучку в WhatsApp, да, и мы уже можем перед, до начала детокса уже начать какие-то вещи обсуждать. Ну, супер, на самом деле, вот группа в WhatsApp мне очень нравится. Вот последний у нас был вот этот вот второй поток лакта, это просто там вообще так зажигал народ, не по-детски. То есть это вот именно чувство вот этого вот, что у нас там нас много, мы все в тельняшках, мы тут обсудим сейчас. Это очень-очень здорово, очень зажигает и очень, ну, вдохновляет других, все такие, о, у нее так, ну, ничего себе, слушайте, я тоже так хочу, давайте, я тоже такое сделаю. То есть, ну, реально очень, ну, способствует, именно помогает проходить какие-либо вещи, неважно, что это, детоксы, там, какой-то курс очень мотивирует. Да, абсолютно с тобой согласна, хотела еще добавить от себя, как от психологии, да, питания, что очень много завязано именно на привычках. То есть часто очень мы делаем какой-то выбор питания, не основываясь на своем личном выборе, а основываясь на программе, которая у нас есть в голове встроенная, да. Соответственно, когда мы проходим какое-то такое изменение коллективно, гораздо больше шансов, что на успех, да, когда есть какая-то поддержка. Да, однозначно, однозначно, то есть один в поле не воин точно. Абсолютно. Прям даже однозначно, да. Нужна поддержка, нужна помощь, нужны люди, с которыми можно обсудить то, через что ты проходишь. Это всегда вот эти... Это очень важно. Динамышленники там, вот это очень важно в жизни. Мы все-таки, как это, communal animals, да, все время, ну, как это сказать, по-русски, по-человечески. Социальные животные. Мы коллективное, мы коллективное животное, мы стадное животное, нам нужно стадное. Это факт. Да. Вот это просто факт. Да, абсолютно с тобой согласна, даже по психологии есть такое понимание, как чувство принадлежности, да, то есть человеку очень важно чувствовать вот эту вот принадлежность. А если мы начинаем какие-то изменения в питании, даже тот же детокс, я, на самом деле, советую подсадить как бы всю семью, да, хотя бы мужа. Абсолютно, да, абсолютно. Либо хотя бы кого-нибудь. Да, хотя бы кого-нибудь из своего окружения, потому что это очень помогает дать поддержку, да. Так, мы питаемся только так, в течение двух недель, и все, да, то есть как бы это очень заряжает. И тем более, когда есть такая поддержка со стороны коллектива, и все в одном направлении работают, то это сто процентов успех гарантирован. Да, да, работает очень четко, это согласна абсолютно. И, кстати говоря, одно из показаний, да, очень многие девочки, например, хотели бы пройти детокс или там начать что-то делать, да, там те же ферментированные продукты. Причина, одна из причин – это кожа. Вот, Аня, ты расскажи на своем образе. Потому что это сразу видно. Это же сразу видно на коже, конечно. Ты можешь немножко тоже про свой опыт рассказать? Как-то у тебя было до этого или изменилось? У меня у ребенка было. Дело в том, что у меня у ребенка в 6 месяцев была экзема. Ну, я знаю причину этой экземы. Вот, не суть. Но я начала рыть глубже, да, я уже рыла. Здоровье и так далее, начала рыть глубже. И одну из вещей, которую мы поменяли в нашем образе жизни, скажем так, мы привнесли очень много ферментированных продуктов, напитков и так далее. То есть, ну, прям вот ежедневно, да. То есть, чтобы почувствовать с ферментированными продуктами, чтобы почувствовать терапевтический вот разницу, да, на самом деле сместить баланс в любую сторону, вот именно в баланс бактерий, в кишечнике, да, нужно всего около 7 дней. Ну, там от 3 до 7, ну, у каждого по-разному, да, мы все индивидуальны. Но это недолго. То есть, это не значит, что там, да, нужно год есть эту капусту и потом смотреть, все-таки есть у меня результат или нет. То есть, результат очень быстрый. Я замечаю у своих клиентов, да, у кого-то там какая-то подагра проходит, у кого-то там что-то там на пальце болело, уже не болит почему-то больше, у кого-то там что-то было высыпание, вдруг кожа стала красивая и гладкая, что-то вообще случилось, да. Ну, как бы ничего другое не поменялось. Просто человек ввел на регулярной основе какие-то вот ферментированные продукты или напитки. Регулярная основа имеется в виду как минимум раз в день, а лучше с каждым приемом пищи. Потому что, опять-таки, помним, что вот эти вот ферментированные продукты, да, они содержат ферменты, они помогают расщеплять нам эту пищу, кроме всего прочего. Вот, и поэтому, да, очень практически сразу чувствуется разница. Три-четыре дня ты понимаешь, что практически у всех налаживается пищеварение, все начинают регулярненько ходить в туалет, очень жутко радуются этому. Вот, и пишут мне, ой, Аня, вы не представляете, у меня у мужа. И пошел целый, значит, текст. Ну, невероятно приятно это, но это факт. То есть вот именно таким образом влияют и на кожу. То есть кожа – это, ну, самый большой орган у нашего организма, да. Детоксификационный, ну, как путь детоксификации тоже. То есть если чего-то там, короче, если у вас где-то что-то высыпает, да, однозначно у вас проблема в кишечнике. Ну, вот просто к бабушке не ходить. Да. Для долгих, как это говорит. Абсолютно, да, с тобой согласна. Поэтому когда, то есть вот все вот эти крема, там какие-то, я не знаю, там, мыло, еще что-то, это все не помогает. То есть это, да, оно атопически, конечно, что-то делает, но долгосрочного эффекта не будет, потому что нужно зрить в корень. У кого-то аллергия куда-то делась. Вот, у кого-то, правильно, Алена, у кого-то аллергия, тоже из нашей банды, у кого-то аллергия куда-то делась, понимаете. То есть вот такие вот вещи. И причем это, ну, вот реально люди приходят и говорят, слушай, у меня что-то вот так вот у меня. Ну, замечательно, да. Либо у кого-то начинает ребенок там вдруг вот эти вот все продукты требует, говорит, мама, мама, почему кампуча закончилась? Понимаешь, вот именно так происходит, и это замечательно. Поэтому когда что-то где-то выступает, нужно смотреть, зрить в корень, а корень у нас, да, еще Гиппократ, извините, сказал, тоже не глупый мужчина был, сказал, что все болезни начинаются в кишечнике. Точно так же и здоровье начинается в нем же саму, в кишечнике. Абсолютно. Всегда нужно смотреть, зрить в корень, практически любую. Особенно аутоиммунные заболевания, ну, все там начинаются. Все, абсолютно согласны. То есть это уже, причем это доказано научными исследованиями, их все больше и больше, они все, в свою очередь, подтверждают то, что сказал Гиппократ в свое время. А это было на минуточку сколько? Две тысячи лет назад, правильно? Ну, по-моему, больше двух тысяч лет назад еще до нашей эроники. Да-да-да. В общем, да, я абсолютно с тобой согласна. И, кстати, вот тоже, если у кого-то есть такая проблема с высыпаниями на коже, да, первое, что сделать, это вот если мы начнем... У детей высыпания, потому что обычно мы больше все-таки думаем о детях. Ой, у нее там что-то, ой, там у него что-то. То есть вот, да, вот сразу это помогает. Ну, вообще водный кефир. Мы можем смотреть на детей, но при этом не обращать внимания на себя, да, то есть... Тоже, да. Все-таки если что-то с ребенком происходит, то, соответственно, возможно, это с нами происходит тоже. Ну, если с ребенком происходит, то мы обычно имеем такую вот, да, ну, особенно русские люди, да, мы скорее побежим, чем когда с нами. Нас должно прям реально петух клюнуть, чтобы мы вот куда-то побежали. А когда у ребенка что-то, не дай бог, где-то, мы сразу начинаем рыть, начинаем сразу бежать, а-а-а, помогите. Согласна, да. Действует сразу. У нас, на самом деле, осталось не так много времени, всего 4 минутки. Да-да-да, я тоже смотрю, я просто просматриваю немножечко вопросы, если мы ничего не пропустили. Мне кажется, ничего не пропустили мы. Да, мне кажется, тоже мы ничего не пропустили. Единственное, что хотела, да, про аллергии тоже добавить, что у меня, у мужа тоже было достаточно много аллергии, и когда мы стали принимать пробиотические всякие продукты, конечно же, у нас была диета определенная, и, конечно, он поддерживает все мои начинания. Через какое-то время, во-первых, у нас нет прыщей, через какое-то время у нас прошла аллергия на авокадо, у него точнее, да, у меня-то как бы все в этом случае порядок. Вот, ну, у меня там стабилизировались цикл, то есть тоже есть, как бы, если мы даже начинаем это делать для кого-то и в своей семье, мы определенно все равно делаем это для себя тоже. Конечно, конечно, конечно. Кстати, насчет цикла, одно из вещей, которые, все-таки бактерии, да, одна из ролей, функций, которые выполняют бактерии в нашем кишечнике, и они отвечают за регуляцию гормонов в том числе. То есть вот, пожалуйста, сразу гормональный фон идет. Да, да. И, кстати говоря, по поводу питания, что питание тоже влияет на гинекологические какие-то вещи, да, потому что это могут быть не гормоны, это может быть воспаление. И, соответственно, убирая продукты, которые вызывают воспаление, мы, соответственно, снимаем это воспаление и добавляем антиоксиданты, которые помогают. Которых тоже много в ферментированных продуктах. Вот, вот. Ферментированные продукты – это, на самом деле, такая золотая, как она, golden mine. Да, 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 да. Это реально суперфуды. Это вот, ну, просто вот, да, и определение суперфуду – это оно. Да. На самом деле. Потому что те же самые бактерии, они точно так же помогают с тем же самым воспалением. То есть они его вниз. Абсолютно с тобой согласна. Кстати, вот мама моя пишет, колотовки на Татьяна. Спасибо большое за эфир, просто здорово. Ой, здравствуйте, мама. Меня Аня зовут. Вот, кстати, Маша. Очень приятно. Маша смотрит сейчас эфир, да, если она ещё смотрит. Я у Маши брала для мамы культуры, и мама сейчас тоже с папой ферментируют активно и очень активно ходят. А где мама с папой? Они в Сочи. А, понятно. Ух, как вас разнесло. Нас разнесло, да. Ничего себе. Ну, слушайте, ну. Да, и всем этим мы, в принципе, обязаны. Вот Аня, потому что с Аней всё это началось. Я загорелась, да, и потом и Машу через Аню нашла. Так что вот как раз к вопросу о организации какой-то общины, да, вот комьюнити. Это как раз оно, вот то, что мы все объединены определённым, вот, определённой идеей, и мы на эту идею все вместе работаем. И все вместе меняемся. Так что у меня осталась одна минута до того, как эфир закончится, я хочу напомнить. Да-да, я уже вижу там совсем, должно было начать тикать. Да, ещё не тикать. Слушай, ну мне было очень приятно, я обязательно к тебе присоединюсь, если ты хочешь какие-то там статьи по поводу ферментации к твоему курсу, вот, к твоему детоксу. Нам не удалось попрощаться нормально, поэтому мы сейчас сделаем ещё раз. Я благодарю всех за тех, кто присоединился, и Аню в том числе. Спасибо за... Так, да, мы просто хотели присоединиться и попрощаться нормально, вот, потому что прямой эфир закончился в течение часа. Вот, я всех благодарю, кто присоединился, я надеюсь, что было полезно и познавательно, и очень приятно с Аней пообщаться, да, на тему, которая нас всех объединяет. Так. Сейчас, Аня, добавляю тебя, чтобы ты досказала свою мысль, которую ты начала. Да, я тут, короче, хотели попрощаться, потому что я так понимаю, что нас отрубило, мы даже не сказали до свидания всем. Все, большое вам спасибо, что вы все присутствовали, вот, было очень, на самом деле, интересно. Я прямо уже жду, когда мы сначала наедимся на Новый год, а потом будем детектификацией заниматься. Да-да-да, я жду, на самом деле, очень Рождество и Новый год, чтобы покушать уже, а потом уже начать Новый год. И, кстати говоря, вот для тех, кто собирается делать новогодние резолюции, детокс будет прямо отличной базой для того, чтобы начать Новый год. Супер прямо будет. Да-да-да. Спасибо тебе большое. Потому что, наверное, своим детоксом, как бы рекомендуя ферментированный продукт, это еще и вводит в привычку кушать ферментированные продукты, потому что после того, как вы прошли детокс-программу, можно... Ой, спасибо, Наташа. Спасибо. Потом уже можно, употребляя, потому что будет привычка уже употреблять вот эти вот какие-то ферментированные продукты, какие-то вкусняшки, да, класть, когда вот кушаешь. И это, собственно, продолжит такой мягкий детокс. То есть не надо будет таких программ. Ну, в принципе, программы все равно придется приходить, да, скорее всего. Но уже будет, как бы вот пойдет вот эта мягкая детоксификация, когда вот есть привычка кушать что-то ферментированное и пить. Ну, я как всегда со своей... Я абсолютно с тобой согласна. Это очень хорошо, что ты про это говоришь, да, потому что привычки наши определяют все. И если мы начинаем делать новую привычку, если мы вводим это постепенно и замотивированы, то, конечно, это останется привычкой, и это супер на самом деле. То есть пробиотический продукт, когда ты начинаешь есть их каждый день, и невозможно остановиться уже, когда ты видишь результат. Вот. У некоторых идет привыкание. Да. А некоторым уже организм требует... Знаешь? Ломки с тупалок не будет, но есть привыкание. И вот прямо организм правильно. Потому что когда ты кормишь определенные бактерии, мы же, ну, мы же, в принципе, когда кушаем, мы же не кормим себя, да, потому что мы являемся одним процентом человека. На уровне ДНК. Все остальное бактерии. И мы кормим, в принципе, наши бактерии. И когда мы кушаем много сахара, там еще чего-то такого не совсем полезного, мы кормим вот всякие эти кандиды и так далее. То есть получается перерост. Как ты постоянно кормишь хорошие бактерии правильные? Они уже требуют капустку, они уже требуют камбучу, они уже не хотят кока-колу пить, им невкусно. Ну, вот реально нет. Абсолютно. Вот и все. И вкусовые рецепторы при этом меняются тоже. Да. Вот именно, что ты, ну, как бы налаживаешь вкусовые рецепторы, ты их тренируешь на то, чтобы им нравилась совсем не та еда, как бы еда, которая полезна еще для нас. Поэтому вот прям супер. 35 в одном. Да, супер. Так что спасибо всем, кто присоединился. Спасибо, Аня, тебе за то, что ты откликнулась. И пишите мне насчет детокса. Заходите к Ане на страницу и смотрите рецепты. И записывайтесь на ее мини-курсы тоже. Вот. Спасибо, дорогая. Мне было очень приятно. И мне очень приятно. Все. Хорошего вечера. И доброй ночи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok